К формированию комфортной городской среды привлекут малый бизнес. Такое поручение дано регионным федеральным проектным офисам. Создавать современную городскую инфраструктуру с помощью субъектов местного малого предпринимательства будут и в Ненецком округе. Об этом заявил вице-губернатор Алексей Еремеев на совещании по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды под председательством главы региона Игоря Кошина. Масштабный пятилетний проект по формированию комфортной городской среды уже стартовал во всех регионах России. На благоустройство дворов и парков, общественных территорий и зон отдыха федеральный центр выделит миллиарды рублей. Местные бюджеты софинансируют малую долю расходов. Регионам предстоит грандиозная работа по благоустройству городской среды. Нам необходимо максимально привлечь малый бизнес в округе. Комфортная городская среда в 2017 году будут участвовать два муниципальных образования – город Нарьинмар и поселок Искатели. Оба муниципалитета уже закончили прием заявок от населения и организации. Нарьинмаре определились с благоустройством зон отдыха и парков. В 2017 году благоустроят парк «Юбилейный», территорию вблизи ресторана-музея «Тиман», территорию в микрорайонах «Старый аэропорт» и «Лесозавод». Заявления от жителей многоквартирных домов по обустройству дворовых территорий будут рассмотрены на заседании рабочей группы 20 апреля. В Искателе общественное слушание только состоятся. Порядок отбора такой же, как и в городе. Сначала комиссия определит общественные зоны отдыха, затем дворовые территории. В адрес комиссии поступило пять заявок на благоустройство территорий общего пользования. Дворовые территории. Благоустроить дворовую территорию, которая обвиняет в себя 11-м кадет на квартирном доме по улице Монтажников. Ну, в народе называется «Пентарок». Мы были на этой территории с комиссией. И общественные территории провести реконструкцию детской игровой площадки в районе дома 11 по улице Адарина и Геолога. Это между ними находится Устный. Детскую игровую площадку в районе дома 3 по улице Строителей. Благоустроить зону отдыха в районе улицы Геолога, дом на 12. И благоустроить зону отдыха на Переперске улице Монтажников, приулк Газовиков. Есть там такой треугольник, мы там же начали делать. Помочь комиссии в выборе территорий общего пользования могут все жители поселка. На сайте муниципального образования идет онлайн-голосование. Участие в нем приняли порядка 500 жителей-искателей. Отмечу, что инициатива граждан – это основной принцип проекта формирования комфортной городской среды. Она начинается с подачи заявок, контроля за реализацией проекта, непосредственной помощи в благоустройстве своих дворов, а заканчивается ответственным и бережным отношением к тому, что будет создано. Главное то, что жители сами решают, как благоустраивать свой двор. Где проложить дорожку, разбить цветник, поставить скамейку или посадить дерево. Глава региона поручил донести эту мысль до населения Неницкого округа. Вот этот проект освещаете по максимуму именно с точки зрения участия населения в принятии решения, где что должно появиться. Вот это очень важно, что население на практике убедилось в том, что мнение большинства реально учитывается. Реально меняется городская среда, реально меняется среда поселковая в данном случае. По словам вице-губернатора Алексея Еремеева, уже в мае в Неницком округе начнутся конкурсные процедуры. К 1 июля должны быть подписаны все контракты на работы по благоустройству. Его результаты жители должны увидеть к 1 сентября. Напомню, федеральный проект формирования комфортной городской среды рассчитан на 5 лет. В 2018 году в него войдут и другие муниципалитеты региона.